Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Тюмени Самарка уступила японке Цукаси Йошида, бронзу Наталье Голомидовой и Жоанне Рогич из Сербии. В более тяжелой весовой категории сборной России еще две медали – бронзовая у Дианы Джигарас и серебряная у Дарьи Давыдовой. Заявка баскет-клуба Самара на участие в чемпионате Единой Лиги в предстоящем сезоне не прошла отбор, так решил Совет Лиги. До 2015 года Самара была представлена в этом чемпионате красными крыльями. Клуб исключили из соревнований из-за несоответствия домашней арены регламенту. В прошлом сезоне баскет-клуб Самара в Суперлиге по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в плей-офф четвертое. Возле школы в поселке Волгарь Куйбышевский район построит физкультурно-спортивный городок. На него планируется выделить порядка 19 миллионов рублей из городского и областного бюджетов. Там появятся поля для игры в футбол, баскетбол и волейбол, будет зона для легкоатлетов. Стадион заработает уже в этом году. Школа откроет двери для первых учеников 1 сентября. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.